Большинство за Единой Россией. Предварительные итоги голосования на выборах депутатов в Государственную Думу сегодня озвучили в избирательной комиссии Новосибирской области. Подробнее о том, как распределились голоса, расскажет Андрей Баев. Несмотря на то, что официально итоги голосования пока считаются предварительными, лидеры уже понятны. По партийным спискам места распределились следующим образом. Большинство у Единой России. Далее КПРФ. На третьем месте ЛДПР. За ними партия «Новые люди» и «Справедливая Россия». Остальные политические партии не преодолели 5-процентный порог. На выборах по одномандатным округам большинство также за единороссами. На 135 округе наибольшее количество голосов подано за Иваницкого Олега Ивановича. 31,29%. По 136 округу наибольшее количество голосов получил Савелий Иванович 40,71%. По 137 округу наибольшее количество голосов Аксюнинг Александр Сергеевич 29,57%. Кроме выборов в Госдуму в нашем регионе проходили еще 43 избирательных кампании. Всего 214 депутатских мандатов. Каких-либо серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не было. Основная задача провести голосование открыто, законно и прозрачно, выполнено, констатирует в областном правительстве. Я хотел бы, Ольга Анатольевна, вас и в вашем лице поблагодарить всех членов областной комиссии и всех комиссий Новосибирской области. Я считаю, что все удалось сделать четко, без сбоев, открыто. В целом еще раз хочу отметить, что все прошло достойно и организованно. Хочу поблагодарить всех коллег, кто участвовал в этой большой работе за ваш труд. Явка на выборах составила 37,74% от всех зарегистрированных избирателей, а это почти 816 тысяч человек. Теперь у тех, кто одержал победу и будет представлять в Госдуме Новосибирскую область в ближайшие пять лет, основная задача – оправдать доверие избирателей. Андрей Баев, Дмитрий Злобин, Новость ОТС.